Еще раз всем добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать тех, кто здесь сегодня в клубе Продар на митапе Ассоциации КСК Люди и Лошади. Мы репетируем впервые с таким форматом. Он расслабленный, комфортный, такой абсолютный casual. Но вопросы у нас сегодня очень интересные, темы интригующие. Мы сами с нетерпением ждем выступления друг друга. И, соответственно, здесь с нами в конференц-зале представители конно-спортивных клубов и конных заводов. Традиционно это Леонид Бабаев, представляющий конный завод ШАЭЛ. Безусловно, наши гости из Санкт-Петербурга, замечательная Марина Русакова, Олег Всеволодович Шейко, Марина Политова, Андрей Хартли. И, собственно, один из инициаторов сегодняшнего мероприятия Анатолий Исачкин, директор Ассоциации КСК Люди и Лошади Владимир Ухаленко, ваша покорная слуга Вита Козлова, Екатерина Соколовская и представитель Кремлевской школы верховой езды, Татьяна Дадонова. Итак, мы готовы работать. Еще раз напоминаю, что на всех телефонах должен быть включен авиарежим. И, собственно говоря, я с огромным удовольствием передам слово Андрею Хартли, который выступит с нашим первым докладом. И, собственно, Маргарита Лобова очень вовремя. Все, мы приступаем как раз с минуты на минуту. Ну что, поехали? Еще раз, да, добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую, уважаемые зрители. Спасибо за предоставленную возможность высказаться на тему будущего конного мира. Это, собственно, презентация основана на том, что я вот собрал информацию, которая из доступных источников, буквально все свежие, все новости с прошлого года, и как-то это собрал вместе, проанализировал, поделюсь с вами своими рассуждениями, надеюсь на обратную связь, и что мы на эту тему еще будем много говорить. Вообще, вот хотел бы здесь вот такую высказывание президента Европейской Федерации конного спорта господина Тео Плойгмейкерса, где он говорит, что здоровье и благополучие лошади – это должна быть тема номер один во всех дискуссиях, касающихся нашего спорта. План доклада будет выглядеть следующим образом, что я сначала озвучу такой свой прогноз, потом, соответственно, скажу те аргументы, которые к этому прогнозу меня подвели, ну и, как всегда, главный вопрос – даже никто не виноват, да, что делать. В моем понимании конный спорт будущего претерпит глобальные изменения, буквально это все будет происходить на наших глазах, будут сделаны большие изменения в правилах и содержания, общения с лошадью, проведения соревнований, тренировок, соответственно. И суть этих изменений будет направлена на то, что благополучие лошади – это главный критерий всего, что конники будут делать, главный критерий благополучия лошади. То есть изменения будут направлены на гуманное отношение к этим прекрасным животным. Тогда небольшой, давайте сделаем экскурс, то, как лошадь, что она занимала в нашей жизни. Лошадь, которая была с человеком, уже есть с человеком на протяжении там трех-четырех тысяч лет и играла очень значимую роль в жизни человека. В первую очередь, конечно, вот если посмотреть по, я не знаю точно, процентное соотношение использования лошади, там сельское хозяйство, армия в качестве транспорта, продуктивное использование. Но, как бы то ни было, хобби и спорт – это замыкает этот ряд. Это так было и до середины прошлого века, и так остается сейчас. Мы понимаем, что, начиная с середины прошлого века, после окончания Второй мировой войны, когда, ну, уже эта индустриализация, замещение лошади техникой, все это изменило расклад того, как использовалась лошадь. И на сегодняшний день, ну, основные направления, где лошадь используется – это продуктивное использование и хобби и спорт. Конечно, можно говорить, что и в сельском хозяйстве, и там в полиции, в армии используется, но в процентном отношении это все поменялось очень сильно. Но при всем этом система обучения лошади, они остались неизменны. Я даже, кстати, вот читаю тут крайний номер журнала «Конный мир». Здесь интервью с Инессой Меркуловой. И вот она говорит там про выиску, что не бывает старой или новой школы. Основы выиски, какими были, такими и остались. Посмотрите книгу Филлиса. Изменились требования к строению лошадей, характеру движений, но методы, как достичь повиновения лошади, какими были тогда, так и остаются сейчас неизменными. Но это действительно так, что методика тренировки, она на сегодняшний день осталась неизменной. Сейчас вот хочу кратко пройти по тем вещам, с помощью чего мы лошадь тренируем. Если взять то, что на морде у лошади. Вот задавая этот вопрос, зачем трензель, задавая вопрос, ну просто общаясь с людьми, обывателем, то все понимают, что это инструмент, это приспособление для управления лошадью. То есть без трензеля на лошади понимания обывателя ехать невозможно и управлять ей нельзя. Даже если мы глянем вот в большую российскую энциклопедию, то там определение, следующее у дела, трензель – это приспособление для управления копытным животным, то есть лошадью, основанное на болевом воздействии на края его нижней челюсти и угла рта. Все, мы понимаем, для чего нам нужен трензель. Дальше мы зададим вопрос, зачем шпоры у всадника? Зачастую ответ такой, что шпоры – это для того, чтобы давать более четкие команды, чтобы лошадь тебя точно поняла. Википедия по поводу этого говорит, что шпоры нужны для усиления воздействия шенкеля. То есть подразумевается, что одним шенкелем команду лошадь может не услышать, а шпора здесь поможет. Дальше. Такой инструмент в управлении лошадей, как хлыст. Хлыст, казалось бы, с одной стороны понятно, что это как продолжение руки, чтобы лошади подсказать, привлечь ее внимание, указать. Но даже сегодня можете найти в обучающей литературе такое определение, для чего нужен хлыст. Что он необходим при езде на испорченных лошадях, если они не повинуются, ленивы. Он может применяться и в качестве наказания. Википедия нам по поводу хлыста говорит следующее, что хлыст нужен для нанесения ударов с целью осуществления контроля посредством причинения боли или страха боли. Ну и давайте вот еще про подковы поговорим немножко. Тоже такой вопрос часто задаю в беседах с людьми неисконного мира. «Для чего подковы?» Ну, наиболее частый ответ от неконников – это для того, чтобы защитить ноги лошади. Википедия тоже говорит об этом самом, что это изделие, предназначенное для защиты копыта лошади от износа, потом бла-бла-бла, при работе лошади на твердом грунте. Ну, дальше беседы с людьми на эту тему и говорят, они приходят к выводу, что, ну да, сегодня лошадь же там по асфальту не ездит, и когда она гуляет в ливаде либо на манеже, либо на плацу, где там кварцевый песочек с геотекстилем, то о каком износе копыт тут речь может идти. Ну и вот этот факт, я думаю, всем известно, что вот уже даже на Олимпийских играх в Токио шведы выиграли золото без подков. Буквально на днях узнал, что конюшня Кристина Альмана отказались от использования подков. Все это к тому, что перечисленные вот эти инструменты, удила, шпоры, хлыст, мы понимаем, что они предназначены для того, чтобы заставить лошадь делать то, что всаднику нужно. Даже если лошадь не хочет, через боль ее подавляют к этому, хлыстом наказывают. И меня вот это, например, удивляет, когда мы говорим о том, что лошадь и всадник – это спортивная пара, и это вроде бы как равноправные партнеры. Но взять другие виды спорта, где есть спортивные пары, там вот почему-то подавления со стороны одного партнера к другому нет. Не знаю, в фигурном катании. Или вот, например, такая вот, представляй себе, картинку «Бобслей», где вот четверка «Бобслей», и вот они особенно на старте, когда там разгоняют этот «Бобслей», бегут такие. Я так думаю, ну да, вот к крайнему, который замыкающий четвертый, вот ему надо хлыст дать, чтобы он тогда своих партнеров, так сказать, подгонял, потому что, может быть, на его взгляд ему покажется, что они недостаточно мотивированы и хотят выдать максимум результата. Ну, все вот эти инструменты, которые зачастую используются неправильно, потому что, да, это же как любой инструмент, он может быть использован и так, и так. И когда это используется неправильно, это приводит к чему, что происходят какие-то скандалы, которые выходят на свет общественности. Ну, думаю, тоже все слышали скандал с Бербаумом, когда его обвинили в подбивке лошадей. Не так давно всему миру было видно и Мартин Фукс, всадник номер один на сегодняшний день в мире, когда на соревнованиях лошадь отказалась идти на барьер, и он ее начал рот ей рвать и хлестать. Потом, кстати, австрийские защитники подали жалобу сразу, там долго это все рассматривались, и пришли к выводу, что нарушения не было, что там он три раза, по правилам ФИ можно лошадь ударить, он он три раза ударил, поэтому все в порядке. На Олимпиаде, тоже, думаю, всем известен, этот был скандал с Аней Кошлой, которая ударила лошадь, и жестко с ней тренер тут еще подбежал, начал бить кулаком, и у тренера дисквалифицировали там, до конца соревнований наказание няхти какое, Анику затравили в соцсетях, но, как любой скандал, он имеет какие-то последствия, и что вот, например, произошло, в частности, со скандалом с Ашлой. Тут же в дело вмешалась очень влиятельная международная организация ПЕТА, People for the Ethical Treatment of Animals, и они написали письмо в МОК с требованием исключить верховую езду из Пятиборья. ПЕТА – общественная организация, ну, такая, наверное, может, самая крупная в мире по защите от животных, 9 миллионов членов у них, 33 миллиона долларов бюджет в год, и они добились своего. То есть, я думаю, тоже вам известно, что на Олимпиаде 24-го года верховая езда будет исключена. И вот, казалось бы, сто с лишним лет в Пятиборье пять там было разделов, включая верховую езду, и пришло время, когда этого уже не будет. Тут сразу можно задать вопрос, почему этого не может произойти с другими видами конного спорта. Там с троеборием, мне кажется, на подходе, пробеги, а потом и до конкура, и до выиски все это дойдет. ПЕТА – влиятельная организация, но мы прекрасно знаем, что в той же Германии, например, партия зеленых – это сильная политическая сила, которая ставит во главу угла животных, защиту, ну и экология тоже там, и животных. У них прямо на, в их, так сказать, ценностях, которые они там декларируют, у них написано, что животные – это разумные существа, которые, как и мы, могут испытывать радость, удовлетворение, а также страх и страдание. И зеленые говорят, что мы значительно усилим правовые нормы, касающиеся содержания и обращения с животными. Партия зеленых сегодня входит в правящую коалицию в Германии. Яркий представитель партии – это глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок. То есть, то, что случилось в Пятиборье через общественную организацию, уже должно нас заставить думать о том, что это может и нам представлять для нас угрозу. Но, тем не менее, в Европе, безусловно, есть много людей, думающих, задумывающихся об этом, заглядывающих в будущее. И, например, британская организация о защите, Лига защиты лошадей, она называлась, это World Horse Welfare, они провели исследование. И вот какие результаты исследования. Что 40% это общественность, 40% людей, они как бы все нормально, их удовлетворяет, все как бы спорт, там, понятные конники, здесь, они ничего не хотят менять. 20% людей, которые категорически против конного спорта. Они говорят, что человек не должен, не может сидеть верхом на лошади, ей это не хочется, ей больно, неприятно. То есть они против. А 40% людей, они, в принципе, не против, но им зачастую не нравится то, что они видят, и они такие вот сомневающиеся. Вот это, кстати, роли Оуэрс, руководителя этой организации, тут внизу его слова, что он говорит, что тревожный звоночек, что мы можем потерять так называемую социальную лицензию на деятельность. То есть одобрение, такое негласное, как бы разрешение со стороны общества, нам, конникам, ездить верхом на лошадях. Поэтому, поэтому, вот Оуэрс во время обсуждения этого отчета, он так и сказал, что мы никогда не изменим мнение этих 20%, только дикорический против, но у нас есть шанс побороться за эти 40%, которые сомневающиеся. И тогда, то есть если 40, те, которые за, плюс 40, которые мы перетянем на свою сторону, тогда мы сможем смотреть с уверенностью в будущее. А если мы сейчас все это пустим на самотек, и как Тео Плогмейкерс говорит, что позицию Страуса, если займем, и скажем, ну мы не будем тут это все, нас тут не касается, что они говорят, говорят, они завтра придут на выборах, проголосуют, примут законы, запретят все. Поэтому вот Ролли Оверс он говорит, что я не хочу вас напугать, я просто хочу вам показать, обозначить реальную угрозу будущего. Ну, как я сказал, что в Европе там уже начинают об этом задумываться и какие-то делать телодвижения, так сказать. Вот, например, Генеральная Ассамблея Федерации Всемирной, да, они новые правила, что сегодня, то есть завтра уже судья на соревнованиях сможет ударом в коллага остановить прохождение маршрута, если он увидит, что благополучию лошади наносится вред, что ей некомфортно, ей не нравится, ей делают больно, тоже такой был дискуссии большие по этому поводу спортсмены возмущаются, говорят, что какой-то судья там будет решать, надо все, то есть там это уже в Европе все бурлит, но тем не менее они в этом направлении движутся, что надо что-то делать. Канадцы, например, да, так, нет, вот, Канады, Канадцы, например, да, они сейчас правила приняли, что у них будет законом регулироваться расстояние, то есть два пальца, вот носовая повязка, то есть два пальца должна, потому что сегодня это никак не регулируется, кто как хочет и затягивает, и вот в Канаде уже они это все делают, чтобы это было уже как закон. Британцы, например, британская ассоциация по выиске, пока это еще рекомендуется, это еще не закон, да, то есть общая масса 20% от веса лошади, то есть если взять, например, лошадь там 550 килограмм весит, 20% это 110 килограмм, это с амуницией совсем, то есть седло, там амуниция это килограмм 10-15, то есть соответственно вес садника, исходя из этого требования, должен не превышать там 95 килограмм, ну вроде кажется, ну типа ну 25, нормально, да, но завтра-то потом это они могут же сделать и не 20%, а 18-15, то есть какие-то уже телодвижения здесь идут. Надо сказать, что во времена Советского Союза это требование было более жестким. На соревнования у нас по конкурсу допускались люди, которые вместе с самыми лицами если бы больше от них 50 килограмм. Ну вот прекрасный, да, прекрасный пример и как это часто бывает, что новое это иногда хорошо забытое старое. Ну и здесь уже в заключении тех примеров, где о том, что с лошадьми нужно менять правила регулирования. Вот обращение президента Европейской Федерации конного спорта Тео Плойгмек Мейкерса. Он говорит, времена изменились, если раньше мы все свои правила там решали сами, наш был конный мир, закрытый от широкой общественности, мы, так сказать, с закрытыми дверями устанавливали правила, все такое, сегодня это уже более невозможно, времена изменились. Общество уже начинает засовывать свой нос, что мы делаем, как мы с лошадьми работаем, и мы должны показать и доказать, что мы все делаем правильно, что с лошадьям хорошо, и получить так называемую социальную лицензию на деятельность. Также вот эта британская ассоциация защиты лошадей провели исследование и пришли к выводу, что нам критически важно получить общественное доверие со стороны общества. Здесь вот эта цитата из речи Тео Плогмейкерса, вот он говорит, да, ну, смысл в том, что сегодня, когда в современном мире у нас у всех есть телефоны с камерами и любой факт какого-то жестокого обращения с лошадью, то сразу попадает в соцсети и становится доступно широким массам, вызывает возмущение, скандалы, после скандалов будут реакции и будут последствия. И об этом нужно помнить, об этом нельзя отнекиваться от этого. Более того, вот он говорит, что мы должны задать себе такой философский вопрос, вообще, имеем ли мы право ездить верхом на лошади, хочет ли она этого, чтобы мы на ней выступали, в спорте, или, вот. Ну, здесь вот тогда прогноз, это уже такой мой прогноз вопрос обобщает то, что вот я информацию какую собрал и могу сказать, что на мой взгляд, мы действительно сейчас стоим на пороге глобальной трансформации, изменения правил, проведения соревнований, соответственно, методика тренировки лошадей, регулирования в сегменте содержания, обращения с лошадью, потому что иначе спорт нам запретят, иначе его не будет. Скорее всего, он останется, но он просто изменится. И тот же Тео Плогмейкерс, он говорит о том, что европейские страны, они находятся в более сложной ситуации, потому что идет давление со стороны общества. В России мы можем сегодня об этом не заморачиваться, потому что у нас никакого запрета никто не сделает, нам условно эту социальную лицензию на деятельность получать нет необходимости. Мы как страна третьего мира, а Европа, где уже общество имеет силу и влияние. То есть и руководители конного мира, они это прекрасно понимают, и они не от хорошей жизни, но вынуждены в этом направлении двигаться. Что делать? Ну, опять, вот я свое сейчас поделюсь мнением, мнение, и оно может выглядеть таким шокирующим, что ли. То есть, я исхожу из того, что мы сегодня все равно в силу геополитической ситуации такие оказались в закрытом положении. Мы в мире не выезжаем, никуда нас не пускают, это еще будет долго, но рано или поздно это закончится. Параллельно на этом те изменения, которые уже начинаются в конном спорте происходить, они будут лишь усиливаться и нарастать. Я уверен, что встретившись через год и продолжая эту дискуссию, эту тему, уже будут новые примеры. Поэтому вместо того, чтобы идти в конце, в хвосте поезда, и мы сегодня-то сидим как в зрительном зале, вот иконный мир, иконный спорт, где-то на сцене действия происходят, а мы действительно, потому что когда я смотрю флаги спортсменов, там топ 50 или 100, которые прыгают, участвуют в соревнованиях, там же нет ни одного русского флага. Но это печально. Но у нас сейчас есть шанс, потому что когда мир будет меняться, если мы сами, поняв, в каком направлении будет развиваться регулирование и приняв эти регулирования сегодня сами эти новые правила, начав жив по этим правилам, то у нас будет просто фора по времени. Мы начнем уже тренироваться по-новому, у нас появятся уже спортсмены, когда вот эта изоляция закончится, мы в мир придем и что-то можем показать. Это вообще, конечно, очень с оптимизмом смотрю в будущее, говоря о том, что у России есть реальный шанс выйти из аутсайдеров и даже войти в список ведущих конных стран мира. Ну, вот, пожалуй, да, все. Далее, спасибо за внимание, тут ссылки на источники, где это всю информацию взял, если какие-то есть вопросы, то с удовольствием отвечу. Добрый день, дамы и господа. Ну, как бы, доклад сам по себе очень познавательный, интересный, но, к сожалению, он наторвал от жизни. Причем, скажем прямо, европейцы лукавят. Они очень много говорят о благополучии, очень, к сожалению, ничего не делают для этого. Начнем, если мы посмотрим на конкур, на конкурные соревнования внимательно, то есть сегодня спортсмены выступающие в конкуре и прыгающие и гран-при, они могут одеть любое железо, любые шпоры, любое средство воздействия и европейская ассоциация, на которую вы постоянно ссылаетесь, на президент европейской ассоциации, на это никак не обращают внимания. Если взять выиску, то выиски на сегодняшний день, для меня всегда была непонятна простая вещь, то есть есть лошади, которые сегодня в выиске, не могут бежать, они как хотите называть каустрофобия, там еще что-то, какие-то психические состояния лошади, как только ей попадает в рот стремительный муштук, то есть лошадь встает и категорически отказывает. У нас есть шикарная лошадь, с шикарными данными, но она не может бежать с муштуком, и ты ее можешь убить, она куда-нибудь побежит. Соответственно, если в малом преде сегодня отменили муштук, и есть возможность официально выступать на международное становление без муштука, то в большом преде никто не собирает это сделать. То есть это следующее указство наших европейских друзей, в кавычках, я бы сказал, потому что если взять судейские истории, которые сегодня присутствуют в большем объеме, то мы имеем сегодня в гран-при 5 пятизвездочных судей, 53 или 54 человека, которые сегодня обеспечены лицензией пятизвездочных судьи, и они у нас как боги, эти пятизвездочные лицензии, они не отбираются ни в каком виде, как бы судья не судил, что бы он ни говорил, он у него многих ответ, и мы скажем вам больше, они ужесточили правила сегодня, вы не имеете права подойти к судье и спросить его, то есть вам покажут золотую карту, как футбольный, то есть вот для дисквалификации спортсменов, то есть вы не можете обсуждать с судьей после того, закончить свое выступление и говорить с ним, соответственно, размер штука, понятно, он ограничен, размер трензеля, шпор, да, имеют размеры, длина хлыста она имеет сегодня метр десять, по-моему, если не имеет память, вот, но, то есть, если взять, допустим, вот это все вместе сложить, вот, недалее, как, скажем так, ну, наверное, месяц назад, когда был чемпионат России, если вы смотрели, в максимум, да, первое место заняла Горобзина Амна, если вы посмотрите в том, чем она выступала, в принципе, то ее надо дефицитировать было еще до выезда на тренировочное поле, потому что количество железа и средств управления там примешает всемыслимые, немыслимые нормы, как она это делает, это пособие по тому, как не надо делать, как не надо сегодня прыгать на лошади, как не надо выезжать на этой лошади, то есть, что мы сегодня по факту имеем, мы можем говорить сколько угодно о благополучии лошади, о правильных тренировках, но есть одна большая проблема, она стоит, будет стоять во главе угла, проблема называется отсутствие кадров, отсутствие билетеров, отсутствие тренеров, и поверьте мне, в этом направлении ни в федерации, ни в клубах ничего не меняется, от слова совсем, от слова совсем, то есть, люди, если вы просто придете в максимум, допустим, у меня рядом база, и встаньте на разминке, слушайте, я вам как-нибудь запишу, и вот в этом нашем премьерном эфире я вам дам минут 10 послушать, но больше просто у нас не хватит с вами нетерпения, нежелания, там такие советы дают тренеры наши, в кавычках, да, то есть, волосы дыбом встанут, как это исполнить, не то что спортсмен, человек, который понимает в этом хорошо, он не понимает, как это можно исполнить, что он должен сделать, и как мы хотим сегодня говорить о благополучии лошади, если сегодня каждый любитель, профессионал, он сам себе режиссер, да, причем эти режиссеры сегодня у нас входят там в довольно-таки серьезные комитеты по конкуру, комитеты по выиске, комитеты по судейству, у нас сегодня комитет по судейству, возглавляет человек, ну, обыкновенный автоматом, Маша Петенкина, которая не имеет никакого отношения вообще к выиске, в принципе, то есть, она не понимает, как это все происходит в выиске, она представитель судейского комитета, то есть, кто будет учить вопрос риторический, кто этому будет учить, тот институт, который сегодня существует в Малаховке, слушайте, если я потрачу хотя бы 3-4 часа, поверьте мне, я больше расскажу полезной информацией, чем за целый семестр, наверное, там преподают, то есть, люди, которые преподают, они такие же абсолютно, то есть, сегодня собралось сообщество людей в конном спорте, почему мы создали эту ассоциацию, именно потому, что, чтобы изменить, то есть, сегодня, чтобы научить, главное, что, это научить, потом уже от того, что мы научили, хотя бы будет какой-то сдвиг, какое-то положительное развитие всей происходящей ситуации, а кто учит сегодня? У нас сегодня, по-моему, какое-то немереное количество мастеров спорта, я вот так вот, вспоминая свое детство, мне там лет 10-12 было, мы приходили, мы видели мастера спорта, я вот так на него смотрю, вот так, с придыханием, я говорить не мог, мастер спорта, у меня колонного спорта не было в моем городе, где я рос, мастер по борьбе, по боксу, это был для меня человек, который достиг, сегодня мастера спорта, которые выезжают, они их объявляют официально, им дали эти звания, официально мастера спорта, и они учат, они сегодня пишут, во всех своих постах и пабликах, они пишут сегодня, что, ребята, я вам готов, я мастер спорта, то есть, а их всех надо этого лишать, потому что они все этим всем козыряют до того, понимаете, то есть, какое может быть благополучие лошади, если человек не понимает, что он делает, не понимает тренер, не понимает берейтер, не понимает всадник, соответственно, вот все трое не понимают, ну, скажем так, сравнивать бобслей с дисциплиной конового спорта, партнер там, партнер здесь, ну, немножко, скажем так, некорректно, потому что это совершенно разные дисциплины, и здравый человек, здравый всадник, он никогда в жизни не будет наказывать, слышь-то не является средством наказания, это тоже неправильно, категорической форме неправильно, слышь является средством управления, да, но средством наказания, это сразу, как только ты это произнес, слух, это тупик, ты никуда не придешь, с хлыстом, со средством наказания, слышь не средством наказания, если вы внимательно посмотрите соревнования, ну, выиски, понятно, вы не можете выехать с хлыстом вообще, в принципе, на боевое поле в конкуре сегодня процентов 80 90 всадников ездят выступает без хвостов то есть если там турниры гран-при уровне там европейский global champions там все остальное то есть все едут без хвостов скажу больше и даже едут без перчаток многие из них то есть больше чувствовать лучше контакт это принципиальное решение спортсменов и все остальное то есть если европейская ассоциация сегодня хочет обратить внимание на скажем так на благополучие лошади то ребята кто мешает вообще отменить сказать что сегодня выездил рухаренко лошадь без ну штука езжайте гран-при что чем мешает сегодня сегодня лошадь есть который ну вот у них щекотка назовем это так вплоть до смешного сегодня лошадь не может терпеть у меня есть допустим бросак который стал в артуре чемпионом россии он вообще шпоры не терпит ну настолько настолько щекотливый конь то есть да вот ему притролзу я сажусь на него ну благо там не гран-при ничего просто раньше ездил в лес я снимаю шпоры однозначно со шпорами это все это тупик то есть и все это знают все это понимают и как всегда европейцы у нас такие мы будем говорить благополучилось ребята сделайте какая проблема сегодня отменить двух штук никакой кто мешает сегодня отменить кто-то мешает сегодня конкурно спортсменам сказать снимаем какимору снимаем все остальное снимаем количество этих по три по четыре там идут даже не понимаешь куда эти уходят дальше повод снимаем все остальное лошадь прыгает никто же не мешает не надо сегодня какую-то ждать какое-то решение пятиборья но это же вообще бред то есть люди летят за 12 тысяч километров в токио и на этом соревновании это же никто же не ведет по пятиборью своих лошадей главная проблема пятиборья в чем что люди не везут своих лошадей и сегодня это один из видов спорта один из видов в этом сам по себе да это давно надо было убрать потому что лошадь привезли я был на финале чемпионата мира который проходил в олимпийском лет наверное 10 назад с ним то есть по пятиборью может смертную убийство это в чистом виде смертную убийство понимаете то есть они не понимают что делают им дали какую-то лошадь как у нас в россии можно было найти там условно говоря 20-30 голов которые бы могли прыгать маршрут 110 или 120 но это нереально кто вам даст турнир лошадь никто не даст берут а что у хапланова их просто нету с сыном они там на пару в школе работают то есть да соответственно конечно отменять поэтому еще деголь сказал после войны по моему я не понимаю советский союз потому что в этой стране есть все нет газ металла вообще все люди и почему они постоянно пытаются прийти в европу это мы должны приходить в россии а не они к нам понимаете этот человек стал там в 2006 или 2007 году не изменяет память и мы сегодня опять понимаете находясь в изоляции мы сидим и говорим мы выйдем ребята мы никуда не выйдем не питать никаких иллюзий нам не с кем выходить их осталось я говорил уже в одном интервью не более пяти человек выиску и в конкурирование то же самое будет не более пяти человек нам не с ходить у нас нет сегодня образовательной системы она отсутствует совсем то что сегодня преподают наши главные тренеры то соболя у карелы все остальные тоже это же блин волосы встают что они рассказывают поэтому давайте начнем самого простого с элементарного там где мы сегодня скажите спасибо это изоляция что она у нас появилась мы наконец-то можем задуматься от того что у нас происходит в первую очередь это тоже касается нас в конном спорте в разведении лошадей хотя бы мы поймем где мы и что мы себя представляем понимаете хотя бы сегодня есть шанс понять что мы и так как кивать не на кого ехать некуда на соревнования не пускает все закрыто пожалуйста делайте то что вы можете а сделать мы не можем ничего 140 мы прыгаем на нуля 150 160 у нас нет ни одного нуля нет ни одного нуля вы понимаете что происходит гран-при мы едем там 68 69 70 стоит но это 62 там лучший результат 64 больше там нет ни за что абсолютно нет абсолютно чемпионом поэтому начнем образовываться начнем понимать что и как зачем и почему тогда будет все хорошо не будет образование не будет ничего никакого благополучия лучше бы с вами говорить не сможет спасибо за внимание да ленечка бабаев нужно выплеснуть эмоции прежде чем к следующей теме я немножко по-другому я понял этот доклад здесь мне кажется прозвучал не вопрос технологии там железо побольше железо поменьше то или иное воздействие мне кажется прозвучало большое опасение речь стоит не о том как что это урбанизация общества привело к тому что просто садиться на лошадь нельзя и если вот эти сорок процентов которые колеблются скажут да нельзя плюс 20 те которые уже считают что то все комного спорта нам хоть изоляция хоть не изоляция ничего не поможет потому что мы все равно ориентируемся на правила комного спорта а если его там не будет значит его не будет уже кидаются под но это уже сто лет как кидаются на скаковые дорожки и так далее и так далее вопрос в принципе о существовании конного спорта а следом идет и вообще о нашей востребованности я даже вот скажу на своем на своем опыте я развожу лошадей ко мне приходят клиенты которым этот спорт вообще не нужен и большинство моих коллег разводят лошадей не для спорта я спрашиваю для чего от просто вот просто дружить люди покупают лошадей и их больше намного чем чем людей которые покупают для спорта им нужны какие-то пятнышки какие-то эти какие-то символы они вообще не смотрят ни на какой функционал им не нужно и таких клиентов они преобладают вам для чего просто просто хочу это вот будут голые собачки кошечки лошадки завтра к чему завтра мода приведет я не знаю но я понял доклад господина хартли именно с этой точки зрения сейчас нет смысла говорить там трензель можно трензель нельзя шпора такая такая мне кажется вопрос стоит ребром а будем ли мы вообще и кому нужны тогда будут эти все породы можно ведь любить и монгольскую лошадку что угодно сегодня им нужна лошадь для любви больше не для чего вот все что я могу сказать а какой выход выход для меня только то что допустим спортивный скаковой индустрии задействовано такое количество денег что сходу их не убьешь но хотя вот одним розчерком партия зеленых может перечеркнуть единомоментно всю немецкую конную индустрию и ничего не поделают лошадь будет зоопарках или вот так домашний партнер вот мне кажется доклад об этом я не знаю ну мое мнение что все равно я оптимистично смотрю в будущее так же как и европейцы я думаю что спорта останется просто он поменяется вот именно что социальная лицензия то есть негласный договор между обществом и спортсменов очень мало я на это спортсмены уязвимы и соответственно когда спортсмены покажут что нет жестокого обращения когда не будет в сети пробиваться фотографии где вот лошади там с изорванными такими ртами там затянутые все да тем более их там хлыщут у меня на это вам тоже сейчас будет возражение такое извините что перебиваю это очень вообще любая индустрия любой это от количества зрителей никто сегодня не придет смотреть на ползающую лошадь или лошадь которая не прыгать будет не 160 леонид вот вот извините тоже понимаете вот тео playmakers он говорит советую почитать там много на на его интервью где он говорит он говорит понимаете вот в нашем конном мире какие-то вещи мы как профессионалы понимаем что это ну типа ничего страшного это как бы нормально это для лошади там не больно но общественное восприятие я эту картину сейчас подруги зрения общее и он и он говорит что мы должны либо так сказать что-то убрать совсем либо объяснять тушки то вещи мы сколько бы не объясняли мы людям до них не донесем и он хочу закончить свою мысль извините принципе все очень просто мы выходим на рынок на рынке мы должны продать продукт конный спорт продает хоть мы продаем даже не лошадь лошадь покупает там наш клиент а когда мы выходим на рынок мы продаем картинку мы продаем соревнования на соревновании мы хотим если взять допустим гимнастки или фигурное катание если мы вернемся на 20 лет назад когда там один поворот и ленчика я прошу прощения андрей харкли также вы уже зашли в тему моего доклада и я предлагаю выслушать я закончу конца и потом обсудить потому что тогда картина будет более полной для дискуссии иначе мы сейчас будем передергивать наши темы я хочу сказать что зрелище заставляет выше сам принцип спорта выше быстрее сильнее и если это не будет выше сильнее быстрее зритель просто переключит канал телевизора вот как раз я и жду возможности подавить он просто переключить и мы потеряем деньги а вместе с деньгами мы потеряем спорт вот так вот это а без шпоры без хлыста мы не поднимем на выше быстрее сильнее это однозначно а зачем селекционировать если можно ползать до мариночка пожалуйста марина русакова я хотела бы предметно поговорить смотрите кто конкретно отличает благополучие лошади спортсмен есть спортсмен кто конкретно частный владелец что у нас по поводу этого вообще института известно что институт частного владения у нас на самом деле очень молодой всего примерно 30 лет да ну так плюс-минус как люди смогли приобретать лошадей для каких-то своих целей для любви для заботы для спорта но до сих пор вот за эти 30 лет не сформировано чувство ответственности в большинстве своем в большинстве своем у частных владельцев за то что они имеют это животное очень хрупкое в которого много надо вкладывать денег и второй момент как у нас состоит вот это вот я согласна абсолютно по поводу образовательных программ да не только как образовательные программы как воспитание спортсменов беритору тренеров но и воспитание частного владельца вот я хочу сказать что люди не понимают чего они хотят от владения лошади в основной своей массе если речь идет о массовом спорте то есть если ребенку покупается лошадь он обязательно должен быть там сборной должен быть спортсменом топ-класса вот сам факт но наслаждаться тем что у тебя есть лошадь грамотно ее вести эту лошадь и и обучать люди об этом многие просто не в курсе я бы не хотела так пессимистично смотреть на вещи все равно общение человека с лошадью это некая зависимость и люди много многие люди стремятся к опять-таки во времена организации к тому чтобы были животные рядом да такие это все равно ипотерапия где-то и я сейчас хочу говорить о массовом спорте не хочу говорить только о спорте высоких достижений но сам факт что человек в общих источниках взял и вот такая терминология там это говорит о том что любой участник откроет и просто в оборок упадет то есть у нас нет получается культуры культуры вокруг лошади вот это конечно наша забота всех чтобы действительно вот это вот ужасное будущее которым вот говорят дам за писать официальных трибун не наступила я хочу об этом то есть надо уважать частника их в плане спорта не во всех стартовых протоколах есть графа на всех соревнованиях кто частный владелец потому что это его ответственность как спортсмен обращается с лошади в том числе а у нас часто бывает вот этот институт аренды лошади да сплошь и рядом то есть люди покупают лошади сдают в аренду то есть они на этом зарабатывают и но это как бы недопустимо или это должно быть все юридически по-другому оформлено вот мое такое по поводу данного доклада то есть все-таки образование не только в сфере развития спортсменов бирейтеров и тренеров здесь тоже согласно очень тяжело но и образование частных владельцев чтобы они были грамотными культурными людьми именно как конники спасибо спасибо марин я прошу моих коллег подать на экран заставку следующего доклада и присутствующих также я прошу не перебивать докладчиков в процессе потому что мы волнуемся и потом очень тяжело сосредоточиться и опять поймать волну и кураж поэтому если вы позволите я приступлю к следующей теме итак сегодня я предлагаю поговорить и подумать на тему о спорт ты бизнес современный олимпийский спорт был и остается арендой ареной для демонстрации достижений государств однако идеологический арм рейслинг давно уступил место социально-экономической конкуренции и теперь белоснежные олимпийские знамена драпирует большой бизнес и большую политику как и когда произошла профессионализация большого спорта ведь изначально олимпиада была соревнованием чистых любителей официально профессионалам разрешили выступать в олимпийских играх восемьдесят восьмом году к двухтысячному году международный олимпийский комитет завершил свое полное преобразование в коммерческую организацию и олимпийские игры стали сектором глобальной мировой экономики не просто сектором мировой экономики одним из самых эффективных функциональных механизмов по привлечению колоссальных материальных ресурсов для производства главных коммерческих продуктов спорта звезд результатов и зрелищ ликвидное зрелище в принципе может производиться исключительно системным образом и исключительно в рамках бизнес-процесса никак иначе к сожалению российское государство упорствует своем нежелании рассматривать спорт высших достижений в качестве сектора экономики ставшие привычными поражения наших атлетов на самых статусных спортивных формах планеты воспринимаются как непостижимы или странные а в действительности все эти провалы предсказуемы поскольку они являются следствием паттернов управления спортом основанных на нежелание считаться с истинами которые трудно принять поскольку в этом случае обнажаться изъяны недостатки текущей политики управления к тому же публичное обсуждение системных проблем приведут к необходимости что-то менять а видимо зачем зачастую спортивные власти настолько глубоко погружены в протекающие в их недрах процессы что им уже нет дела до того чему они служат а следовательно нет и стимула инициировать какие-то изменения в существующей системе основные специалисты задействованы в процессе подготовки сборных является сотрудниками минспорта кроме того практика обязательного прохождения национальными федерациями государственной аккредитации утверждать положение квалификационные требования снижает эффективность работы федераций и поскольку профессиональная деятельность сфере спорта не рассматривается государством как предпринимательство формирование национальных команд их резерва а также продвижение отдельных спортсменов и целых сборных финансируется в основном и средств государства но в большинстве случаев этих средств недостаточно а в то время как у национальной федерации недостаточно инструментов для привлечения необходимого финансирования в полном объеме с целью реализации качественных разумных стратегий направленных на достижения наивысших спортивных результатов однако с течением времени государство не может да и федерация продолжать игнорировать эти бесспорные выводы давайте проведем эксперимент и предположим что классические подходы стратегического менеджмента мы применим к спорту но сначала я хочу отметить что ирония судьбы заключается в том что именно благодаря появлению современных олимпийских игр профессиональный спорт оформился в реальный сектор экономики как же это случилось после второй мировой войны олимпийские игры стали идеологическим инструментом в странах с различной политической ориентацией и наступил качественно новый итог развития олимпийского движения в мире ужесточение политического противостояния двух систем вынудила искать новые пути поиска при пределом человеческих возможностей росту результатов это привело к профессионализации спортивной деятельности наполнением которых стали постоянные регулярные тренировки участие в соревнованиях что в свою очередь поспособствовало росту материального стимулирования спортсменов стипендии гонорары премии вознаграждения за рекорды однако лицемерные утверждения любительском характере олимпийских игр и о любительской сути занятий спортом продолжали пропагандироваться и влияние этой двойной морали особенно ощущалось как нашей стране да и также в сша и тем не менее концу 80-х годов прошлого века позиция мог неуклонно менялась в пользу того что на олимпийских играх должны выступать лучшие атлеты планеты независимо от того любители они или профессионалы сначала были сняты ограничения в отношении финансирования подготовки а требования к допуску атлетов свелись к уважению духа честной борьбы отказу от насилия и соблюдение медицинского кодекса мог еще некоторое время сохранялось требования к участникам запрещающие им использовать свою фамилию свои спортивные результаты рекламных целях ну потом его отменили одним из доводов в пользу принятия новых правил служило повышение уровня зрелищности спортивных соревнований и действительно прогресс после допуска профессионалов стал наблюдаться по всем критериям увеличилось количество видов спорта и дисциплин стран спортсменов расширение женской части программы игр совершенствовался спортивный инвентарь и оборудование усилился накал спортивной борьбы увеличилась доля стран спортсменов которые завоевывали медали с 92 года интенсивность проведения олимпийских игр в связи с разделением на зимние и летние олимпийские игры повысилась в два раза но окончательную точку в этих дискуссиях поставила именно телевидение превратившая спорт в товар стоимость которого прямо пропорционально уровню результатов и звездности и зрелищности и именно повышение стоимости трансляции все более и более усиливало роль телевидения которое в результате стало диктовать свои условия не только определяя время начала соревнований но даже внося изменения в программу мероприятий в программу олимпийских игр так 2000 году борьба за идеалы олимпизма была полностью перенесена в другую область в область обеспечения ликвидности спортивного зрелища и на первый план вышли проблемы чистоты спорта объективизации судейства и борьбы с допингом собственно именно те критерии которые в настоящее время обеспечивают инвестиционную привлекательность спорта как сферы экономики и тот факт что со спортом высших достижений произошла подобная эволюция отнюдь не мешает олимпийским играм оставаться самым грандиозным спортивным праздником на планете являясь при этом одним из самых успешных транснациональных коммерческих проектов итак олимпийский спорт стал бизнесом но как же изменились в этой связи подходы к управлению им и изменились ли они давайте попробуем найти ответ на этот вопрос на примере конного спорта в частности выяснил итак рассмотрим конный спорт как бизнес-процесс по производству спортивного зрелища тогда в этом случае под производством спортивного зрелища мы будем понимать некую систему а именно комплекс процессов основанный на совокупности действий совершаемых сотрудниками организации в частности федерации для производства этого зрелища что мы видим кем в реальности производится в конном спорте спортивное зрелище с одной стороны федерация конного спорта россия осуществляя функции закрепленные в федеральном законе о развитии физической культуры и спорта является единственной организацией аккредитованной в международной федерации конного спорта и в минспорте уполномоченной на организацию проведения официальных соревнований на территории российской федерации конного спорта с другой стороны федерация конного спорта россии добровольно отказывается от организации соревнований безвозмездно передавая эти полномочия организаторам частным клубам получается что фкср вообще не представлена на самом привлекательном рынке производства спортивных зрелищ и в рамках организации соревнований фкср оставаясь формально с юридической точки зрения соорганизатором предоставляет услуги только для спортсменов тренеров и владельцев лошадей по осуществлению судейства исходя из этого мы делаем вывод что фкср не использует свое основное конкурентное преимущество поскольку не рассматривает свою деятельность в области управления спортом высших достижений как коммерческую ситуация парадоксальная но давайте представим что стандартные приемы управления бизнес процессами мы все же будем использовать в управлении конным спортом и тогда мы сразу должны начать с определения целей и выбора стратегии итак определяем цель звезду звезда символизирует устойчивую цель стратегии долгосрочное стратегическое назначение которое хоть и никогда не будет полностью достигнуто или завершено но которое будет отражать непрерывное стремление и социальную роль спортивной организации или спортсмена поскольку всем в мире отлично известно что олимпийские медали планируется за два олимпийских цикла мы можем говорить ну с учетом известных нам с вами обстоятельств разумеется что наша ближайшая цель гора это олимпийские медали 2022 года в дисциплине выиска и в этом случае олимпийские игры 2028 года которые пройдут в сша будут промежуточные цели таким образом гора и звезда представят проекцию эмоционального аспекта нашей стратегии на стратегический ландшафт также гору и звезду можно рассматривать как главную силу оказывающий влияние на стратегию федерации идем дальше шахматная доска это наш с вами стратегический ландшафт который изменяется в условиях с которыми мы сталкиваемся на пути горным вершинам здесь имеется потребность непрерывного маневра тактической регулировки так как будущие условия и действия других акторов будут меняться непрерывно путешествие на горную вершину может проходить различными путями которые могут неожиданно менять направление или разветвляться и даже когда горная вершина уже будет нам ясно видна все еще будет оставаться огромная необходимость постоянного обучения и адаптации преимуществом стратегического ландшафта является то что посредством вот такого обманчиво простого изобразительного пространства можно совместить множество разных отдельных стратегических концепций в единую стратегическую систему мне очень нравится выражение что стратегия есть взгляд из желаемого будущее в настоящее а не экстраполяция текущего состояния и имеющихся внутренних наших проблем на следующие периоды если вам тоже нравится это определение то наш стратегический подход должен превратить любые изменения в позитивные возможности и правильно их использовать но прежде мы должны определить стратегические ориентиры наши ключевые ценности и убеждения организации и именно стратегические ориентиры будут базовой концепцией того что организация пытается сделать и чего достичь они будут отражать то какой будет наша структура через определенный период времени кроме того стратегические ориентиры будут сплачивать людей и направлять нашу энергию на достижение поставленных целей и устанавливать приоритеты к тому же стратегические ориентиры демонстрируют что организация всерьез нацелена на определенную перспективу и так допустим наше видение это достижение устойчивого лидерства в области мирового комного спорта тогда дерзкая привлекательная яркая идея становится миссией в англоязычной литературе слово миссия обозначает главную организационную цель например мы гарантируем зрелищность профессионализм и компетентность основанные на лучших традициях российского комного спорта идем дальше и определяем кредо кредо произошел как термин от латинского слова credo и означает веру это символ веры убеждения взгляда взглядов основ мировоззрения это один из наиболее важных элементов в стратегических ориентирах и работая над своей стратегией любая организация обязательно столкнется с существующей вне системы ценностей кредо организация это ее философия которой она руководствуется как внутри себя так и при взаимодействии с окружающей средой и проявляются ценности в кредо в нравах обычаях и ожиданиях организации также кредо является четким ориентиром для руководителей когда они сталкиваются с необходимостью принятия критически важных решений и можно смело утверждать что поведение организации находится под полным влиянием ее кредо предположим что наше кредо чистый спорт в виртуозном исполнении и наконец слоган термин слоган произошел от английского слова слоган что означает лозунг, девиз, призыв слоган как правило отображает наиболее яркие и наиболее призывные фрагменты кредо или миссии а также основной бизнес-процесс организации хороший слоган должен легко запоминаться и содействовать позиционированию организации в сознании потребителя и так предположим что наш слоган возвращаясь на олимп возможно вы спросите зачем нам все эти стратегические ориентиры я отвечу что наличие в организации четко сформулированных стратегических ориентиров причем не спущенных сверху разработанных с участием представителей ключевых заинтересованных групп интегрируют организацию и снижают уровень рассеивания целей хорошо продуманные стратегические ориентиры сразу дают контактной аудитории полную информацию о деятельности организации и главное об ее приоритетах стратегии чтобы выбранная нами стратегия была базировалась не на ресурсах которыми мы располагаем сегодня и не на условиях в которых мы функционируем сейчас она должна базироваться на наших амбициях в случае когда стратегия движима амбициями она объединяет аналитические методы с процессами инструментами которые обеспечивают креативность единобизм и заинтересованное отношение к делу со стороны участников процесса и для проведения любых организационных изменений ну конечно же после детального изучения контекста необходимо увидеть и зафиксировать разрыв между настоящим и желаемым и эволюционный характер развития организации может иметь место только там где конструируются сложные цели но и возникают возможности их достижения где есть движение к восходящим смыслам но цели у олимпийского спорта и у спорта массового абсолютно разные следовательно нужно выделить проект олимпийский конный спорт или олимпийская выиска в отдельный блок и управлять ими на основе абсолютно отдельной стратегии специально для этого разработан и так коммерциализация спорта повысила уровень общественного интереса к нему в целом который не был возможен во времена псевдолюбительского спорта шестидесятых именно коммерциализация обеспечила и комфортабельные спортсооружения она же породила межбрендовое соперничество межклубовое она же создала разнообразие икон спорта которые привязывают зрителя к нему невозможно отрицать что коммерциализация выжила из спорта большую часть романтики но вместе с тем она абсолютно разрушила миф о том что спорт высших достижений не является бизнесом и сегодня нельзя игнорировать тот факт что именно коммерция превратила соревнования в яркие спектакли которые обеспечивают широкий ассортимент наслаждений и вызывающие все большее желание быть сопричастными вот и российские соревнования по конному спорту должны перестать быть исключительно технологическим процессом по выявлению сильнейшей спортивной пары всадник лошадь и приобрести характер шоу с участием звезд высочайшего класса так или иначе можно сделать вывод что выездка как дисциплина конного спорта хоть и представляет собой нишевый процесс все же имеет все шансы достучаться до популярности если сделает предлагаемый спектакль понятным и зрелищным для зрителя в рыночных условиях турнир то есть продукт спорта интересует зрителя только в силу наличия определенного качества а именно высоких спортивных результатов показанных настоящими звездами и в другом случае даже при высоком организационном уровне и большом призовом фонде не будет звезд не будет зрителей разделив подходы к управлению олимпийским конным спортом и массовым мы количественный приоритет в соревнованиях отдадим добротным соревнованиям для молодых лошадей любителей юноши юниоров там они будут молодые всадники и лошади обретут турнирный опыт выполнят какие-то еще свои задачи а вот к международным турнирам олимпийского уровня уровня гран-при нужен совсем иной подход в стране нужно проводить в стране на высочайшем пятизвездочном уровне один-два турнира в год но зато с участием лучших всадников планеты и лучших судей один такой турнир будет работать на имидж национальной выездки лучше чем пять-десять турниров среднего уровня и вообще заявление чем больше турниров тем шире популяризация конного спорта в олимпийском спорте безосновательно потому что большое количество турниров создает только видимость работы а с точки зрения социологии позиция спортивное зрелище есть важнейший факт побуждающее население к активным занятиям спорта не соответствует действительности содержание даже эмоциональное созерцание не может само по себе вызывать ажиотаж не бегут зрители театра после спектакля поступать в театральное училище всадники олимпийского уровня не должны получать лицензии внутри страны даже когда одни и те же западные судьи будут судить одного и того же всадника в разной конкурентной среде выставленные оценки в россии или например в германии будут сильно отличаться друг от друга тоже можно сказать и о периферийных европейских турнирах проценты полученные там зачастую выглядят неоправданно оптимистично и вот знание настоящего положения отечественных всадников относительно конкурентов понимание их реального технического уровня даст возможность избежать ошибок как при формировании состава сборной так и при организации крупных турниров в россии привлечение к участию местечковых звезд снизит фактор зрелищности и как следствие приведет к падению зрительского интереса и спонсорской активности и популярности конного спорта в целом в результате большой конный спорт сведется до любительского уровня что собственно сегодня мы и наблюдаем с вами иконный спорт ведь это олимпийский иконный спорт это неблаготворительная программа для всадников третьего эшелона ну вот как то так в первом приближении что называется крупными мазками мы посмотрели на конный спорт сквозь призму бизнес-менеджмента более подробно о том как достигать высокие цели в олимпийском спорте и что для этого нужно и какими инструментами это можно достигнуть мы планируем поговорить в нашем новом видеопроекте олимпийский конный спорт с Витой Козловой где каждый выпуск будет посвящен определенной теме в области стратегического менеджмента ну вот как то так спасибо за внимание если есть вопросы я с удовольствием на них отвечу Вопросы да есть вот кредо во-первых мне этот слоган понравилось возвращаясь на олимп возвращаясь на олимп потому что для россии и есть славная прошлая история где мы были на олимпе сейчас мы прямо у подножия скатились на олимпе возвращаясь на олимп слоган прямо четко так а вот кредо чистый спорт в виртуозном исполнении чистый чистый с точки зрения этики и ликвидности без допинга без насилия без скандала без крови да есть такое в конном спорте правило крови многим известное хорошо по ряду скандалов ну как бы понятно что всем хотим и не хотим элимпийские движения в том числе двигают деньги если говорить как бы вкратце о том что у нас сегодня существует закон о спорте закон о спорте позволяет федерации сейчас на стекло спорта россии управлять этим спортом на всей территории федерации имея свои представительства в каждом из регионов которые там заключают определенные договорные отношения соответственно если взглянуть на всю эту историю именно в конный спорт уйти там от их больших историй то сегодня у нас к сожалению ну опять порадовать абсолютно нечем но я допустим я не в виде вопросов если позволите а в виде некоторых как бы скажем таки небольших ремарок то есть я по поводу того что там по то благополучие лошади я не стал уже носить но ремарка очень простая я просто так коротко ну скачки представляем и количество ударов которые наносит всадник наездник лошади которая идет к финишу то есть англичанам не мешает запретить это использовать хлыст и начать скажем так тренировать лошадей не с двух лет участвовать в соревнованиях пусть это короткая дистанция а с трех или четырех лет то же самое касается нашего вида спорта и выездки конкура когда лошадей на аукционах представляют лошади с трех лет то есть три года она уже показывает свои движения свою картинку значит ее начинают тренировать в два два с половиной года и вот я буду неустанно повторять одно и то же все время это лукавство европейских функционеров больше ничего там нет в чистом виде ну вот все забыли про это и переходим к порту который как бы сегодня спорт и бизнес конечно спорт это бизнес недавно лет пять-шесть назад перед началом восемнадцатом году фиде проводила скажем так обучение наших менеджеров спортивных спортивного менеджмента в рамках высшей школы экономики то есть соответственно все что было связано с организацией чемпионата мира я случайно там у меня была одна из владельцев которая говорит вот вы не хотите я буду да хочу я спортивный менеджер то есть хочу понять что я много могу услышать в рамках этой программы экзаменов как таковых не было были просто слушание и нужно было представить свое резюме то есть на суд но соответственно решение принимала фифа то есть вы проходили собеседование с участием штаб-квартиры фифа сидели то есть в том числе и я то есть я говорю если английский язык я не смогу так подробно все объяснить нет 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 там будут русские будут английские спокойно русские ну в общем меня допустили к этому спортивному менеджменту вот и я я он там примерно там порядка шести или восьми месяцев все это дело укладывалось я был участником этих слушаний там были очень серьезные федерации хоккея футбольный союз наши известные игроки футбольные комментаторы футбольные представители там КХЛ то есть там в Ротенберге там начальник департамента ну полный состав такой серьезный такая публика вот и побывав на этом спортивном таком спортивный спортивный менеджмент то есть я к сожалению ничего нового не услышал то есть в принципе то есть да две вещи я за все это время слушаю то есть один товарищ который представлял Арабский Эмират сам по происхождению француз читал как можно погасить в клубе спортивный скандал допустим вышедший из-под контроля там да в лифте там имея камеру баскетболист национальной баскетбольной ассоцией американской избил жену там конфликт то есть что нужно делать там переводились примеры первое и второе у нас есть окажется в ПМГУ такой центр который занимается организацией спортивных самых крупных мероприятий включая чемпионат мира по легкой атлетике который проходил в Москве то есть как бы этот центр является таким образом обучающим то есть вот это все что ты говорил оно все это собрано в такие уже определенные формы и вот когда прочитали лекцию по организации соревнований я все это конспектировал сидел и увидел такие вещи интересные что я не знаю в организации спортивных соревнований так как я там был если кто не знает техническим директором организации чемпионата Европы в 2005 году то есть турнир был полностью на 100% готов и соответственно к сожалению политика и деньги не смогли не дали нам возможность провести турнир вот и я всего две вещи которые там в шести часов я слушал лекцию узнал что что я не знаю про спортивный менеджер я не знаю что оказывается там с какого-то 2000 года ввели на крупных соревнованиях мир и олимпийские игры запретили использовать свинину то есть нельзя сегодня на олимпиаде и на чемпионате мира крупные соревнования использовать в приготовлении свинину потому что участвует очень много мусульман это первое и второе перед выходом официального лица допустим президента страны принимающей есть специальный имиджмейкер который осматривает там на месте или галстук застегнутые шеринки там завязаны или ботинки вот эти две вещи я не знал честно скажу все остальное как бы не было понятно абсолютно то есть соответственно я написал такой большой-большой реферат причем написал без всяких там этих без литературы из того что я знал в организации турниров и в организации там всего что происходит с федерацией конно-спорта россии ну я как бы соответственно не согласен что наши спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях получать там лицензии это замечательно но для того чтобы там получать лицензии участвовать на этих соревнованиях нужно соответственно прийти скажем так в позиционирование нашего спортсмена если говорить о минспорте сегодня минспорт сегодня чтобы вам было известно забирать 20 процентов денег у каждого спортсмена с каждого рубля там бюджет наверное под триллион называя есть такой центр подготовки сборных команд то есть рубль дали 20 копеек забрали 80 оставили спортсмен на вопрос мой там допустим одному из представителей олимпийского комитета там юрист есть такая известная дама она сказала Толя как ты хочешь вообще а зачем мне нужен центр сборных команд дали деньги да то есть вы организовались собрались поехали то есть коневозы наши все наше лошади наши мы платим за бензин мы платим за это сегодня в рамках организации спортивной лотереи на территории россии минспорт россии получил 5 миллиардов долларов на выплаты всем федерациям в тех или иных объемах это личный приказ нашего президента который сегодня распорядился со спортивной лотереи передать в фонд минспорта 5 миллиардов долларов из этих 5 миллиардов долларов 2 миллиона долларов сегодня передали федерации экономики спорта россии я не считаю вообще зазором даже выставить просто обыкновенный то есть месяц прошел сегодня январь заканчивается в феврале месяц до 10 числа взяли вывесили бюджет это народные деньги сдали взносы покажите куда их потратили в общем то вот соответственно все и станет на свои места то что сегодня федерация россии не продает турнир это неправда она уже продает давно у них есть соглашение в частности максимум о том что там я тогда сильно возмущался о том что проведение там определенных турниров там он выплачет такую-то там сумму миллион двести я не помню сколько там в течении трех лет и сейчас когда стоит обсуждается ситуация с продажей следующих турниров то что это россия по конкурру там будет стоить столько от этого вот чтобы все это заработало задвигалось конечно нужно много денег но ведь если брать пример допустим олимпийский центр находится в ферме по моему да в арендорфе я прошу прощения который сегодня там участие государства очень сильно то есть оно полностью финансирует все эти все эти истории и в том числе и поддерживает государственные заводы которые сегодня существуют на территории Германии то есть есть заводы конные где полностью сто процентов пакет акций этих конных заводов принадлежат государству и государство четко следит чтобы там была и сейчас даже появилась такая Марина мне подскажет там спортивная порода лошадей то есть вот этих заводов там их свели в одну там спорт инферда а ну вот как бы я просто имею ввиду это то есть вот совсем скажем так оторвать конный спорт от того что вот сто процентов он ляжет на наши плечи там да и мы его потащим всем хотя мы все не тащим в полном объеме на себе на наших плечах и о спортивном менеджменте говорить невозможно потому что ну он просто отсутствует его нет никакого спортивного менеджмента в форме хотя допустим последний турнир битривер который проводился у вас да в школе показал что я об этом говорю последние лет десять уже наверное что ребята если мы хотим сегодня популяризировать конный спорт если мы хотим там увидеть деньги и увидеть спортивный менеджмент который будет управлять правильно нужно соревнования переносить из наших ну назовем их так да колхозов перевозить на знаковые места потому что все знаковые мероприятия в европе и в мире проводятся на каких-то знаковых местах то есть не надо сегодня на ВДНХ собирать определенное количество зрителей они сами придут потому что всем интересно да что показал турнир то есть полные трибуны и я там говорил там уже коллега слушай ну а что ты так переживаешь максимум организатор а турнир проходит в этом на ВДНХ и все встает для себя места то есть причем все под это можно положить еще государевые деньги так называемые выпустить либо РП распоряжение правительства или РП постановление правительства и у департамента финансов города Москвы так как это сегодня принадлежит финансам мэрии принадлежит ДНХ было решение то есть соответственно попросили еще под эти деньги и мэрии и мэрия это деньги даст просто надо правильно управлять но к сожалению никто этим не хочет заниматься и спортивный менеджмент спорт и бизнес он полностью отсутствует в нашей федерации во всех видах во всех во всех своих проявлениях то есть да хотя вот пожалуйста вам полную трибуну если мы с вами возьмем фигурное катание то есть да мы всегда интересовались фигурным катанием но посмотрите какой сегодня всплеск фигурного катания после того как основные спортсмены фигуристы вышли на арену то есть да проводят шоу различные проводят первый канал показывает просто вот на ура у меня дочь все бросает папа у меня фигурное катание хотя она никакому фигурному катанию отношения не имеет близко она на коньках толку не стоит то есть сегодня все это возможно все это имеет место быть и вот как одного одно из мероприятий которое я предлагаю как раз вот путем наших усилий здесь сидящих сделать коммерциализировать то есть сделать спорт все таки бизнесом то есть провести аукцион провести вот это хорошее красивое мероприятие причем все сидящие за столом четко понимают что так что из себя представляет я не буду говорить что из себя представляет европейский аукцион у нас есть все возможности сегодня это сделать соответственно и плюс ко всему чтобы опять таки не быть голосом вот ничего нету и плюс ко всему вот от имени ассоциации я считаю необходимо это делать то есть да находить площадки очень хорошо что появилась школа верховой езды здесь находить площадки такие вот знаковые да вот правда я искренне это говорю потому что да я могу провести совершенно спокойно я проводил там у себя чемпионат России там по детям и по взрослым и международный этап кубка мира проводил там у себя ну это все это все здорово но это и сачкин а в ДНХ это правительство понимаете к Исачкину вот допустим некоторые не поедут а некоторые поедут к Меркулову там Исачкину не поедут или еще что-то такое да а в ДНХ поедут все причем желающих будет вот просто вот вот так просто вот так и если мы сегодня не оглядываясь на европейские скажем так вот эти все в кавычках ценности они очень такие условные по многим вопросам мы сегодня спокойно увидим своих спортсменов в этих своих спортсменов мы их покажем в своей красе в полной ну другой площадки просто я пока не вижу потому что там будет очень большая заставная часть можно и Красную площадь назвать можно и Парк Горького назвать но к сожалению там нет конюшен там нет диняков там нет условий для содержания лошади и придется все строить и будут огромные деньги я считаю что главные площадки сегодня которая позволила бы поднять конный спорт на другой уровень где бы мы смогли зарабатывать деньги и не мы как я лично а вообще в принципе конный спорт и получили бы массу людей которые бы покупали лошадей и я не соглашусь что большинство людей покупает лошадь как друга просто просто постоять с нарядом это неправда хотя вы тут же Сибирь Лёня сразу противоречие вы унесли какое вы говорите да все хотят участвовать в соревнованиях поверьте мне я будучи генеральным директором конно-спортивного комплекса биться имел в бассейне такой либо жирный ноль либо жирный минус пришла девушка женщина которая просто стала проводить соревнования пришла к моему финансовому директору и говорит дайте мне 4 тысячи рублей я говорю зачем я куплю 50 граммов я говорю зачем 50 граммов я в выходные буду проводить соревнования какие нафиг соревнования в нашем бассейне 25 метровый бассейн биться 5 дороже она говорит и у меня через 2-3 месяца бассейн стал приносить минимум 3 миллиона рублей ежемесячно девушка проводила соревнования она просто детям которые ходили у нас там спортивных этих секций плавания толком не было она просто там и туда очередь стояла с папами с мамами что они придут поплавают то есть да и получат просто грамоту то есть все таки во главе сегодня всех спортивных мероприятий то что мы называем спорт и бизнес стоит соревновательный процесс не просто мы я люблю лошадку такие тоже есть их достаточно но стоит соревновательный процесс и любители сегодня если мы правильно Марина говорит если мы сегодня заявим от имени ассоцией каждый из нас заявим как правильно обращаться с лошадью как правильно ей управлять как правильно за ней ухаживать как правильно на ней выступать и с кем лучше тренироваться. Я с самого начала, с первого дня основания нашей ассоциации, я всегда говорю, давайте на сайте нашей ассоциации, но мы не имели права пока не загистрировали этого делать, по большому счету, то есть давайте заявим сегодня тренеры, которые сегодня ассоциацию, скажем так, аккредитуют, да, давайте заявим судей, которые сегодня ассоциацию аккредитуют. Ну не лицензии дают, но дают право сегодня, мы им доверяем. От имени профессионалов мы им доверяем, давайте заявим сегодня специалистов, которые сегодня умеют правильно оценивать лошадей, давайте заявим специалистов, которые правильно умеют выращивать лошадей, давайте их всех заявим, потому что сегодня мы проиграли, вот на сегодняшний день, в моменте, мы проиграли полностью информационное поле, которое сегодня нас там нету. Заметьте, я думаю, у меня бюджет клуба примерно 5 миллионов в месяц в расходной части. Доходы по-разному бывают, в лучшем случае ноль. Идеальный минус. 5 миллионов. Соответственно, сегодня что мы имеем? Мы имеем сегодня, то есть мы несем основную нагрузку всего конного спорта России. Кто-то конкурс, кто-то выезд, кто-то и другое, кто-то просто разведение. Помнишь, была история у Меркуловой, какой-то в Рио, бегом в Рио или голопом в Рио. В ней участвовал известный человек, Одинцова Жанна. Она находилась в медведевом аппарате, которая занималась все, что связано с информационными вещами. И она это все... Мы взяли, начали, придумали здорово все, и его похоронили. В общем-то, да? Сегодня традиций вот столько, вообще вот столько. Традиций хватит всем. Вот живая легенда, которая организовала турнир высшего пилотажа. В 2000 году? Кубок-3? Втором. Все умеем, все знаем. Основные средства производства есть. Как управлять деньгами, понимаем. Ну, отдали вот информационное пространство, сидят люди, дурят друг другу голову. Давайте выйдем, давайте покажем, давайте расскажем, как должно быть. Один турнир от ассоциации клубов, которые мы сейчас здесь обсуждаем, один турнир хотя бы в год сделаем. Один турнир как правильно должно быть. Интересная мысль. А вот, Анатолий, а можно Витя вопрос задам? Витя, вы сказали, что ФКСР передает лицензию на проведение соревнований частным клубам. Это, как-то я так услышал, такой с отрицательной иннотацией. Это, поясните, пожалуйста, вот этот момент. Да, я как раз хотела прокомментировать, потому что Анатолий меня поправил, что уже не безвозмездно это происходит, уже за это какие-то символические деньги федерация получает от частных клубов. Что я имела в виду? Помнится, во времена Елены Николаевны Батурины, когда она возглавляла Федерацию конного спорта, никто не мог, кроме доставшихся ей в наследство от ее предшественников Балыкинского турнира в Нижнем Новгороде командный чемпионат России, никто, кроме Федерации конного спорта, не проводил в стране никакие международные соревнования. Это была иная крайность, но, тем не менее, Федерация при Елене Николаевне Батуриной проводила огромный, мощный, очень статусный турнир Кубок Мэра. Он же был этапом Кубка Мира. Проводился он в Лужниках, вся Москва гудела, билеты мы покупали заранее, все трибуны были полные, вип-ложи забиты под завязку. И, собственно, под этот турнир, когда мы говорим, что спорт – это бизнес, под этот турнир привлекались средства спонсорские, потому что как ты можешь привлечь спонсорство, если у тебя нет события? Подо что? Просто получается так, что Федерация добровольно нам пораздавала, ну, нам я имею в виду частным клубам, да, пораздавала, кто какой захочет взять себе турнир, то есть отдала свои инструменты по привлечению спонсорства, по, соответственно, позиционированию конного спорта в едином стратегическом контексте. То есть я могу позиционировать, как я вижу свой турнир, то ли, как он видит Коля Арестов, как он захочет. И вот эта вот самодеятельность, кто в лес, кто под дрова, и у нас нет среди… Для контактной аудитории мы не производим продукт, какой-то стилистически оформленный, вот соревнования по конному спорту. Мы как плохой оркестр, кто во что гораст. Поэтому я поправилась, что нельзя раздавать турниры или же нужно иметь стратегию и концепцию. Если ты отдаешь турнир, как хорошая франшиза, ты должен иметь чек-лист, и каждый организатор обязан выполнить то-то, то-то, то-то очень четко и иметь санкции, если ты сделал шаг вправо-влево или что-то пошло не так. С точки зрения менеджмента это не может быть по-другому, это вообще не дискутируемый вопрос. Нет события, нет денег спонсорских, нет никакого партнерства. Подо что? Я приглашу под турнир, который мне подарят своих спонсоров Толя, Коля, и каждый у себя будет иметь пакет спонсоров, а федерации нечего будет предложить своим партнерам. Продукта нет. Да, нет продукта. И нет единой концепции. Соревнования, международные соревнования в России, вот они должны проводиться в одной концепции, ее нет, к сожалению. Что касается, Толечка, единственное, Лаберды на тему по поводу, что ты не согласен, что лицензия на условно Олимпиаду или чемпионат мира должна зарабатываться, может зарабатываться дома. Я категорически с этим не согласна, потому что твоя жена, когда выступала, выступала, например, в Жозефин на CD.io за Хайки Кэмер, а за ней выступала Ула Зальцгебер, и я видела, как проехала Регина, и видела ее результаты, я понимала, где ее место относительно первой десятки мирового рейтинга. И вот сидят одни и те же судьи, топовые, пятизвездочные, как теперь их называют, и вот она едет в этом конкурентном окружении. И у меня были, как у владельца лошади, абсолютно четкие ориентиры, где мы сегодня находимся. А когда мы выступали в Сокольниках на Кубке Елены Владимировны Петушковой, у меня таких ориентиров не было. Также и относительно того, что на спорте нужно зарабатывать, а не тащить на плечах владельцев, и по поводу того, что в Арендорфе финансируется государством. Но в Арендорфе это огромный концерн, бизнес-концерн, который зарабатывает сам. Да, деньги к деньгам, и государство добавляет к этим деньгам еще больше денег. И тогда это становится прям значимо. Но они не сидят на попе тихо и не ждут, когда им дадут подачку. Они зарабатывают. Поэтому мы вернемся чуть позже к нашему аукциону. Но прежде чем Мариночке Политовой мы предоставим слово, мы возьмем короткий 10-минутный перерыв и, соответственно, начнем сразу уже без какой-либо дискуссии с ее доклада «Русская верховая порода. Перспективы развития», который мы все очень ждем, потому что у нас из двух атлетов пока мы готовим, и то плохо одного. Это немножко странно. Нам надо где-то брать А второго и Б как-то понимать, как его готовить. Вот с этого мы и начнем после перерыва. Спасибо. Вторую часть нашего совещания мы начинаем с доклада Марины Политовой «Русская верховая порода. Перспективы развития». Прошу, Марина, вам слово. Прошу, Марина, вам слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно отметить, что русская верховая порода, о которой мы сегодня будем говорить, относится к числу малочисленных, фактически генофондных, около 100 маток в настоящее время зарегистрировано в породе. И это то, что делает оправданным ту политику, о которой мы будем в дальнейшем говорить. Нужно отметить, что та таркейнская порода, которая всегда была нашей гордостью, постепенно теряет свое значение. У нас остался всего один племенной завод по этой породе, и тот находится на грани, насколько я слышала. Чуть лучше обстоит дело с ганноверской породой. И здесь отмечу еще, что все лошади, которые здесь, перечислены, это лошади, зарегистрированные в России. Да, это у меня дочь старалась. Русская верховая порода. Я не буду углубляться в те дальние истории в истоке Орлово-Ростопчинской породы. Она порода воссозданная. Сразу поправлю, что иногда говорят, что мы породу восстановили. Нет, породу было восстановить невозможно, поскольку оставались единичные образцы. Породу воссоздали по образу и подобию, взяв за образцы те красивые картины, которые мы можем видеть в музее коневодства. 6 мая 1980 года было постановление Министерства тогда Российской Федерации. Был утвержден план работы с породой, и все постепенно, последовательно пришло к тому, что в 1997 году порода наконец-то была создана. То есть на саму эту работу ушло 17 лет. На подбор поголовья, подходящего на поиск подходящих сочетаний, на разработку методик оценки животных. В конечном итоге это все увенчалось регистрацией в государственном реестре селекционных достижений. Я почему еще об этом постоянно подчеркиваю. Нам, в принципе, ничего не мешает на добровольной основе называть какую угодно лошадь, какую угодно. Но пока государство не видит это как селекционные достижения, это будут наши внутренние дела. Когда говорят о русской верховой породе, очень часто можно услышать такое мнение, что это не порода сама по себе, а это какая-то смесь из самых разных пород, то есть беспородная помесь, которая не воспроизводит свои качества. Здесь мы привели данные, которые Анастасия Шапочкина подвела по маткам, которые продуцируют в ведущем и единственном племенном хозяйстве, племенном заводе по породе в Старожиловском конном заводе. Как мы видим, большинство лошадей относятся к консолидированным русским верховым. Есть, конечно, допущенные лошади немецких спортивных пород, но и классически разрешены также лошади чистокровных пород. Чистокровная верховая, халтикинская, ну и тракенинская, по сути, относятся к их же числу. В 2018 году вышла очередная программа работы с породой, которая была рассчитана до конца 2022 года. И в ней была такая фраза о том, что мы все-таки страдаем от того, что порода малочисленная. Чем больше порода, тем больше возможности вести селекцию. Если у нас мало маток, то, естественно, мы можем отбраковать меньше, даже если нам не все нравятся. Поэтому мы оказались в необходимости поиска дополнительных источников пополнения племенного состава. И, в частности, в эту племенную программу было внесено дополнительное предложение расширить племенную базу за счет привлечения пород, которые либо были при воспроизводстве породы, воссоздании породы привлечены, либо которые отвечают целям, ради которой порода разводится. А порода это исключительно спортивная. То есть, в отличие от Буденновской лошадь, была создана как кавалерийская лошадь, когда-то Тракенинская была тоже частично кавалерийская, частично ганноверская, частично рабочая была. Русскую верховую воссоздавали исключительно для классического конного спорта, преимущественно выездка. Нужно сказать, что Россия в этом плане не пустой ландшафт, то есть порода существует в достаточно жесткой конкурентной среде. Здесь работают и племенные зарубежные подразделения, объединения, в том числе, например, ганноверский союз, который мы представляем. И вот справа приведена таблица о том количестве жеребят, которые зарегистрированы в России за последние годы. Обратите внимание, 22-й год это предварительные пока данные, поскольку наши заводчики отличаются тем, что очень медленно регистрируют свой молодняк. Окончательно мы можем сказать только по ганноверам. То есть в тот же год рождения мы зарегистрировали 57 жеребят, а по русским верховым, по ганноверам российского разведения, эти данные будут постепенно накапливаться. Те заводчики, которых сегодня мы здесь тоже видим, которые представляют немецкую ганноверскую популяцию, они в России имеют свои преимущества, поскольку сама по себе порода легализованная в России. И те, кто отдает ей предпочтение, всегда имеют пространство для маневра, что тоже положительно. Но, тем не менее, есть ряд факторов, которые ограничивают развитие спортивного конозаводства в нашей стране. Ну и одним из таких титульных является отсутствие в числе участников Всемирной Федерации по спортивному конозаводству союзов из Российской Федерации. То есть ни одна наша порода там не представлена. Я понимаю, что в нынешней ситуации, может быть, это выглядит несколько таким прожектерством, говорить о том, что нам нужно туда вступать. Но я согласна с Андреем Хартли, что рано или поздно изоляция закончится, и хотелось бы подойти к ней уже с каким-то накопленным базисом. В том числе, среди планов это обеспечить так, чтобы какой-то из российских стутбуков все-таки был в числе членов ассоциации. Мы здесь привели цитату нашей участницы Олимпийских игр, которая подчеркивает, насколько важно было бы участие для наших спортсменов в чемпионатах мира для молодых лошадей. Еще больше это было бы важно не столько для спортсменов, сколько для наших заводчиков, поскольку это такое статусное мероприятие, это витрина международного конного спорта, будущего его, и мы хотим, чтобы мы там были достойно представлены. Пока это невозможно. Но правила этой ассоциации таковы, что туда может вступить исключительно ассоциация заводчиков. То есть ни одно государственное учреждение там не может быть участником, поскольку это должны быть объединения, созданные на демократических основах. До сих пор опыт участия российских всадников в этих чемпионатах мира ограничился, если говорить о выиске, выступлениями на зарубежных лошадях, прямогановерских, голландских, полукровных. И еще одним лимитом, который перед нами стоит, это то, что для стран, у которых нет представительства в этой федерации, ограничено число всадников, которые могут в ней участвовать. И буквально там 5-7 лет назад наш конный спорт вышел на такой уровень, что уже было несколько всадников, которые могли бы приехать выступать туда. Это было либо в Фердоне, либо в Эрмела в Голландии. Ну, так оказалось, что наша страна там не представлена, поэтому иногда людям приходится выбирать. Сегодня мы уже неоднократно обращались к зарубежному опыту. Я привела тут данные по численности маточного поголовья в ведущих племенных союзах Германии. Если вы увидите пустые строки в средней колонке, это значит, что союзы в настоящее время либо кому-то присоединились, либо прекратили свое существование. Вот тот немецкий спортивный союз, это третья строка снизу, объединивший южно-немецкий и восточно-немецкие племенные объединения, кроме Микленбургского, это более молодая и либерально построенная структура. И под этими всеми объединениями есть вполне конкретный экономический характер. Мы все понимаем, что племенное объединение нужно не просто так, оно нужно для того, чтобы представлять интересы его участников. Среди таких интересов это и маркетинг, начиная от организации аукционов, заканчивая выпуском брендированной продукции, поддержка заводчиков. И опыт показал, что если это объединение малочисленное, то, как правило, бюджета не хватает для того, чтобы содержать нормальный офис и развиваться. Поэтому в Европе отмечается тенденция к слиянию, можно сказать, к слиянию, поглощению, и при этом одновременно происходит некоторая либерализация и расширение сферы деятельности на другие регионы. Когда этой темой начиналось заниматься, все полукромные союзы, они были четко ограничены областью своей провинции. То есть ганноверская порода значила Нижняя Саксония, Висфальская, Северный Рейн, Висфалия, только тракенинская порода работала по всей Германии. С тех пор прошло много лет, и у большинства союзов есть не только представительства за рубежом, как вот наш клуб, это просто один из филиалов, но есть и отдельные разделы для более таких глобальных, для заводчиков из других регионов вообще мира. Например, есть глобальные разделы у Голшчинского союза. Как бы то ни было, мы с вами до сих пор действуем в парадигме, когда правила по селекционной работе устанавливают государствами. Я считаю, что мы не должны отказываться от этой темы, мы должны к ней находить подход. И вот сейчас проводится ревизия законодательства в этой сфере, которая постепенно унифицирует все законы в странах Евразийско-экономического союза. Которая, тем не менее, становится более либеральным к регистрации новых селекционных достижений. Когда я первый раз подобную презентацию делала в 2018 году, чтобы можно было зарегистрировать новую породу, требовалось, чтобы у вас было 2000 маток. Мы все понимаем, что это вообще нереальная сумма. Сейчас у нас полукровных маток в стране всего, спортивных, порядка, наверное, 800 голов в лучшем случае. Я говорю о тех, с кем ведется племенная работа, которые находятся в хозяйстве, которые хоть какую-то стратегическую цель преследуют. 100 жеребцов. Сейчас у нас опубликован каталог жеребцов, допущенных к искусственному осеменению в нашей стране. Там порядка 113 животных. Среди них очень много просто спортивных жеребцов, которые в состоянии сдавать сперму, которая может использоваться для дальнейшего осеменения. То есть о качестве здесь не всегда речь идет. Но, тем не менее, Евразийская комиссия пересмотрела регламенты. И теперь, чтобы зарегистрировать новую породу, достаточно 500 маток и 25 жеребцов. Но при этом есть определенные требования по количеству заводских линий и количеству хозяйств, которые занимаются этим делом. Напомню, что у нас в русской верховой породе один племенной завод и старожиловский конный завод, и один племенной репродуктор КФХ Фатина в Московской области. Этого явно недостаточно. И это еще один повод, почему сейчас ассоциация по русской верховой породе рассматривает возможности расширения сферы деятельности, в том числе с привлечением других хозяйств. Ну и, разумеется, чтобы была порода, а не просто помесь, нужно, чтобы то поголовье, которое будет сформировано, не только прослеживалось зоотехнически, то есть родословные все были проверены, но и отличалось от других хоть чем-нибудь, чтобы это были какие-то статистически достоверные отличия от уже существующих тракенов, ганноверов и так далее. С другой стороны, вот эта возможность частного коневладения, которая была допущена 30 лет назад, она привела к тому, что очень много людей стали не только владеть лошадьми, но и заниматься их размножением. И очень часто к этому люди приходили без должного образования, без подхода, без своей стратегии. И у нас образовался целый пласт животных, которые могут быть помесями, которых нельзя не отнести ни к одной породе, и среди них попадаются очень даже достойные животные. Достаточно, например, вспомнить того же Клена, который выступает под Натальей Симонией, у его родного брата русского Кутузова. Есть лошади, которые не были нигде зарегистрированы в родной породе, но они ходят с белыми паспортами просто в поместных животных. И это ограничивает дальнейшее разведение. Поэтому одним из вариантов решения такой проблемы, это была регистрация в качестве отечественного филиала зарубежного Студбука. Определенным путем таким идет Ганноверский клуб, но мы не создаем здесь отдельный филиал, это просто наши отечественные заводчики являются прямыми членами Немецкого Союза. Чтобы здесь создать филиал, нужны переговоры и регистрация с правообладателем. С тех пор, как бы прошли времена, когда можно было привезти 60 ганноверских маток и 4 жеребца и сказать, мы создаем свой Студбук. Теперь, чтобы зарегистрировать зарубежную породу, нужно согласование с правообладателем. Этим путем действительно некоторые породы проходят. Так у нас был зарегистрирован французский рысак, например, американская миниатюрная. Но по полукромным породам у нас с этим делом очень сложно. И опять же, эта тема не решила бы вопроса представления наших спортсменов в этой Всемирной Федерации Студбуков и участия наших спортсменов в чемпионатах мира для молодых лошадей. Я сразу оговорюсь, что в Конкурии и Треборе несколько более либеральные требования к допуску лошадей, поэтому наши лошади стартуют и в Ланакине, и в Лёндон-Джере, хотя и там постепенно какие-то затягиваются пояса, что называется. Поэтому было предложено такое решение, что русская верховая порода, как наиболее молодая и самая либеральная, при этом малочисленная, в своей положении государственной племенной книги имеет возможность в отдельный раздел записывать животных, которые относятся либо к породам, которые использовались при воссоздании, а при воссоздании у нас было, начиная от чистокровной верховой Ахалтикинской, заканчивая отдельными представителями русистых пород, так и других европейских пород, которые им были родственны. Это, в принципе, такая признанная в Мировом Союзе практика, потому что даже самый такой большой союз Германии уже отказался от правила 50%, то есть, чтобы зарегистрировать жеребенка в Ганноверском Союзе, нужно просто проверить, насколько родители отвечают требованиям племенной программы. Если они отвечают, то жеребенок вполне может получить бренд Ганноверский, поскольку вообще, по сути, все они разводят немецкую спортивную лошадь, немецкую верховую породу. То есть, даже консервативный Галштинский союз, который по своей чистокровности приближается к Тракенинскому, вот он имеет в своем отдельном разделе допуски даже вот таких экзотических пород, как итальянская верховая, польская полукровная и так далее. Но все это, подчеркну еще раз, что это не массовое внесение животных поголовно просто по принадлежности к той или иной популяции, а это индивидуальный отбор, оценка животных на предмет, соответственно, племенной программе. Вот эта тема была впервые, наверное, поднята в 2018 году, когда разрабатывался селекционный план работы с породой. И в феврале 2019 года состоялось учредительное собрание, после чего была проделана такая большая регистрационная работа. Она шла параллельно на международном уровне, параллельно шла здесь, в России. В частности, сама ассоциация зарегистрировалась в апреле 2020 года, но параллельно мы занимались тем, что регистрировали уникальный пожизненный номер для породы. И вот на английском языке приведена цитата, которая с сайта этого проекта, о том, что племенной сертификат, ну или происхождение лошади, это вот такая, как у нас принято на формате А4, листок, который содержит все идентификационные данные, данные происхождения животного, выдается кафедрой коневодства, и сам паспорт, который содержит все остальные требования, все остальные сведения о лошади, начиная с повторной идентификации, кастрации, регистрации в стутбуках, ветеринарных обработках, прививках, все это выдается ассоциацией по породе. Причем уникальный такой, буквально за неделю до 24 февраля 2022 года мы получили из ФИИ информацию о том, что этот паспорт признается Федерацией конного спорта международной. То есть теперь, чтобы лошади выступать за границей, и по сути нужно карточку признания оформить, и этот паспорт будет признаваться наравне со спортивным. Плюс параллельная ассоциация занималась тем, что продвигала породу, создавала ей дополнительный имидж, проводили мы виртуальный чемпионат. Мы все помним, что 2020 год у нас был пандемийный, поэтому чемпионат был в онлайн формате, но это нам позволило отработать зато методику оценки лошадей, сходную с той, которая, допустим, у немецких стутбуков для абонетировки кобылы разработана. И мы составили еще рейтинг живипцов-производителей уже по результатам выступления по томству о спорте, то, что, собственно говоря, кроме нас, для своей породы не делает никто. Кроме того, ассоциация приняла участие в чисто племенных мероприятиях со вставлением выпуска четвертого тома Госплемкниги. Мы создали базу централизованного племенного учета, которая будет предоставлять своим участникам ассоциации возможность введения первичного племенного учета, случки, выжеребки и так далее. Вот я привела фотографию еще раз с паспорта. Как это выглядит, что внутри это розовый документ, свидетельство о рождении, а снаружи это красивая книжечка с красивым логотипом, который разработал очень хороший дизайнер. Плюс ассоциация заключает соглашение с Институтом общей генетики РАН, который занимается исследованием различных генетических процессов популяции и, в частности, определением микросателинных профилей, что позволяет проверять происхождение, достоверность происхождения. Таким образом, это все у нас выкрестивалось в программу так называемого третьего раздела, который по стутбуку разрешается для допуска животных без наличия крови русской верховой породы. В планах у нас сейчас первым делом это будет ревизия того поголовья, которая отвечает интересам работы с породой. Ну и главное, что поскольку я не верю в управляемое сверху, что эта работа должна идти снизу. Те владельцы, которые заинтересованы во вступлении, кто разделяет эту идею, они должны подавать заявки. В анитировке кобыл мы предусматриваем как оффлайн, так и онлайн. Слава Богу, что теперь методики отработаны, они даже международно признаны. И страна наша большая не всегда есть возможность выехать ради двух-трех уголов в отдаленные регионы. Наши лошади есть и в Новосибирской области, и в Сибири на Урале. Но осмотр жеребцов все-таки планируется в формате прямого сравнения. В последующем будет уже отобранный лошадь и их приплод будет регистрироваться в третий раздел с выдачей паспорта, с пометкой, что лошадь введена в третий раздел. Причем конечную цель можно разделить на две части. Первая часть – это чтобы из этой группы животных выкристаллизовать тех, кто может представлять интерес для работы непосредственно с русской верховой породой. То есть для поддержания породы в ее малочисленности, для компенсации этой малочисленности, мы хотим сделать из этого третьего раздела своеобразный фильтр, сито. Но мы параллельно понимаем, что будет происходить в формировании какого-то поголовья, который в перспективе может превратиться в своеобразную самостоятельную породную группу. Хотите, назовите это русское спортивное, российское спортивное, как угодно. И, учетывая опыт международный, вероятно, будет сразу планироваться два направления – это конкур и выездка. Наука сегодня уже доказала, что эти селекционируемые признаки, как правило, контрнаправлены, то есть если вы работаете по улучшению прыжковых качеств, вы, как правило, теряете в красоте или в движениях, и наоборот. То есть, по крайней мере, для конкурной лошади красота не так важна, как для выездковой. Здесь приведена таблица, то, как это было записано в селекционную программу 2018 года. Установили минимальные требования к жеребцам, к кобылам. Конечно, приоритет должен отдаваться жеребцам, которые проверены в спорте, поскольку нет желания просто заниматься воспроизводством или размножением помесей между собой, нам важно, чтобы параллельно шла улучшение спортивных качеств. Сейчас разрабатывается новая селекционная программа, которая уже будет более четко прописывать эти требования с корректировкой прилагаемых цифр. Мы видим, например, что в 2018 году оценка не ниже 65% была указана, но с тех пор выездка ушла вперед, и это теперь уже такие смешные проценты. Конечно, мы будем повышать эти требования. Ну и дополнительно, конечно, нельзя будет вычеркнуть тех жеребцов, которые уже имеют международные лицензии, и как опыт показывает тех же стутбуков, типа англоевропейского или других глобальных, они признают автоматом лицензии, который выдан племенными стутбуками, членами этой Всемирной Федерации. Еще раз повторю, что мы не будем насильно загонять в эту группу никого. Это должен быть заявительный характер, что владельцы животного должны понимать, на что они идут. Они должны понимать, что сейчас речь не идет о том, что каждая вступающая ложь будет получать паспорт русской верховой породы, пока об этом речи не идет. Что есть у ассоциации свои цели и задачи, свое видение и развитие. Если вы их разделяете, то вы, соответственно, можете подать своих животных на регистрацию, на абонентировку, получить оценку и в конечном итоге стать членом вот этой будущей породной группы и внести свой вклад. Здесь я привела наши контакты, если есть необходимость. Все документы можно отправлять на второй адрес, а для обычной переписки у нас первый адрес. Вопрос, Марина, а смотри, вот этот индекс успеха в конкуре, это что ли? Значит, индекс успеха, это было, по сути, это относительное место лошади, это была формула, предложенная у нас на кафедре в 1999 году. Это когда мы между собой сравним животных, мы можем сравнить их напрямую по техническим результатам, но это не всегда отражает успешность лошади. Она может быть 65%, но все время последняя, либо 65% в слабой компании, все время первая. Здесь это индекс, который показывает, насколько высоко лошадь была в среднем к вершине, то есть к подиуму. — Подожди, ну там для шестилетки условно 120 в трех соревнованиях отпрыгал, вот призатое, да, и как бы уже пропускается. — Это в настоящее время такие же требования, как у Ганноверского союза. Это отдельная история. — Либо то, либо другое? — Да, можно подать либо то, либо другое. Я повторю, что это приведено в селекционной программе 18-го года. Сейчас мы, вероятно, будем несколько корректировать, чтобы были более понятные требования. — Ну то есть, правильно я понимаю, что мы, будучи в Ганноверском союзе, можно вступить в РНП? — Да, ничто не мешает. — Ганноверская порода входит даже по инструкции по бандировке в число пород, допущенных в русскую верховую, как бы без ограничений. Если вы сегодня берете русскую верховую кобылу, кроете ганноверским жеребцом, это все равно получается лошадь русской верховой породы первого раздела. То есть тут без всяких «но», да, без всякого третьего раздела, без всяких помесей. — Ну вот РВП создавалась породой исключительно для спорта. А вот интересно, у нас в России 13 верховых пород еще каких-то там? — Ну вот тракенинская порода, многие породы перешли в разряд спортивных по велению времени. Как вот после Второй мировой войны и тракены перешли, и ганноверы перешли в спортивные, и буденовцы. Но изначально порода, прямо с самого начала, создавалась как верховая, воссоздавалась именно с посылом, что это лошадь для спорта. — Еще вот этот момент, когда там требования регулятора, требования регулятора о 500 матках, это если вновь создаваемая порода, да? То есть это, ну мы понимаем, что в опозримом будущем в России это вообще невозможно, да? — Ну это же, во-первых, это не обязательно, я так понимаю, одновременно их предъявить, все эти 500 маток. У нас должна быть в системе племенного учета показать, что у нас есть 500 маток, которые отвечают более высоким требованиям к отдельной породе, что там 4 линии возникло, как минимум 4 хозяйства. После этого возникается целая длинная процедура. Мы не знаем, как изменится законодательство в ближайшее время. И мы не исключаем возможности того, что там через 5 лет, скажут, объединились ассоциации, зарегистрировали свою породу. Но пока мы действуем в этой парадигме, которая принята в Евразийской комиссии. — Еще один момент. Там обладание уникальным, как-то отличающимся качеством или что-то, да? А как это вообще возможно? — Есть такая методика апробации селекционных достижений, в том числе есть методики оценки отличимости, однородности. Но, во-первых, сейчас не платформа для этого обсуждения. Там у нас позапрошлом году признали в нашей стране татарстанскую породу. То есть она, по сути, очень похожа на башкирскую. Но какие-то свои особенности у нее есть. Если, допустим, будет породная группа, в которой видны четкое различие, что она в том, что будет круче других. — Хорошо, взять немцев, там их 9 союзов или сколько. У них у кого-то есть кто-то, кто прямо вот отличается от всех? — Да, есть. Во-первых, таркейнская порода, во-вторых, галшкинскую можно визуально отличить. Ну и опытный взгляд такого консолидированного из фала тоже выделит. — Спасибо. Ну, понятно, что точно так же, как и между людьми, очень сложно нации или расы распределить. — Марина, спасибо огромное. Безумно интересно. У меня, коллеги, вопрос. Мы далее должны обсудить рабочие вопросы Ассоциации конно-спортивных клубов. Есть еще что-то, что бы мы хотели обсудить здесь сейчас под микрофоном, что пойдет в трансляцию? Или уже приступим к части, когда будем свои рабочие внутри Ассоциации вопросы обсуждать и выключим трансляцию, останемся уже наедине друг с другом? — Какие-то, может, вопросы... — Вот я только что узнала, вопросов удивительно по трансляции не поступало. Видимо, либо мы повергли в шок, либо нас никто не смотрит. Не знаю, кто смотрит. — Если вопросов нет, то мы тогда уже все выступили. — Да, какое еще есть мнение? — Ну, если говорить, допустим, о разведении, оно тоже подразумевает тему благополучия животного. И когда мы говорим о запрете тех или иных видов обмундирования, что называется, мы должны помнить, что спорт или верховое использование — это один-два часа в день у лошади, а в остальное время она находится в условиях, которые ей создает владелец клуба, в котором... Да, владелец клуба именно. Поэтому здесь Ассоциация Люди и Лошади, наверное, правильное место, где можно обсуждать вот эту концепцию. Как лошадь содержится, сколько она выгуливается, как она кормится, какой микроклимат в конюшне обеспечивается. И здесь, ну, если меня спросить, да, как частное лицо, я бы сказала, что, вероятно, имеет смысл эти правила не ждать, пока с государства там спустят, как Федерация конного спорта, а для себя установить, что вот в наших клубах стандарт такой. Владелец, когда ко мне приходит с лошадью, я ему объясняю, вот у нас правила такие, устраивает, оставайтесь, нет, не устраивайте, нет. Понятно, что, видимо, придется местами жертвовать своими экономическими интересами ради благополучия лошади, но мы должны понимать, что наша цель-то не только, чтобы конный спорт сохранился, а чтобы лошадь сама, как наш любимый объект, вообще в истории нашей страны остался. Поэтому такой вопрос, как добровольная сертификация... Марина, как раз лошадь-то останется. Если спорта не будет, лошадь все равно останется. Поэтому наша цель именно спор. Да, потому что спорта может не быть, а лошадь всегда будет. Есть спорта, нет спорта. Удивительно, Марина, мы не договаривались, но вы как раз затронули эту тему. Мы же с вами обсуждали вопрос необходимости проведения общественной дискуссии относительно федерального закона о спортивной лошади. Так вот, мы наконец-то докрутили такую в первом приближении петицию, которую мы хотели бы выложить для общественного обсуждения, чтобы туда можно было добавить все пожелания, все замечания. И мы как раз после вот этого нашего совещания это сделаем, да? А в рамках ассоциации ТСК «Люди и лошади» мы бы как раз хотели бы предложить, чтобы все участники, вот наконец-то мы зарегистрированы, наконец-то у нас вот только-только появился банковский репредит. И мы бы как раз хотели, перед тем, как уже официально к нам будут вступать новые и новые члены, мы бы хотели сделать соглашение о присоединении к определенному кодексу отношения к лошади как апробационной площадкой будущего вот этого законодательного акта. Мы надеемся, что рано или поздно все равно наша страна к этому придет. Ну вот прекрасное как бы ваше дополнение, и давайте сразу после этого совещания мы, соответственно, займемся этой темой. И на сайте по итогам нашей сегодняшней встречи мы уже опубликуем проект этого соглашения, чтобы все и все могли добавить свои мнения детей. Ну и еще у меня тогда приложение, как лаверды к выступлению Андрея, о том, чтобы выступление без трензеля. И также Анатолий Владимирович упоминал, что нет невозможности уступать без мундштука, например. Никто не мешает в рамках ассоциации провести турнир, большой приз без мундштука. Почему нет? Это будет зрелищное событие. Многие захотят это посмотреть. И без шпор. И без шпор, и без хлыста, и может быть даже без цилиндра. Я не знаю, что мы говорим, что сегодня мы постоянно пытаемся в том, что мы в Европе, да? А как в Европе? Сегодня мы находимся, с учетом, де-факто мы сидим в изоляции, не нашими желаниями. Кто нам вообще мешает? Вот я недавно сказал, не помню кому, в федерации, а не в лучшем. Давайте гран-при вернем цилиндр. Давайте сделаем это. Зачем нам на Европе, на Европу нужно знать? Что нам на Европу, если мы закрыты для них? На ближайшие 10 лет мы должны поползнуть данные. 9? 10? 10. Итак, дорогие коллеги и уважаемые зрители, на этом мы официальную трансляцию нашу онлайн закрываем. Спасибо огромное всем за внимание. Надеемся на обратную связь. Всем отличных выходных и всего самого наилучшего праздника. Субтитры сделал DimaTorzok